На 14% подорожали за год амбулаторные услуги в Казахстане. Наибольший рост цен отмечается за первичный прием услуги врачей-специалистов в амбулаториях, а также медицинские лаборатории и рентгеновские кабинеты. Такие данные приводит мониторинговое агентство EnergyProm. С подробностями наш экономический обозреватель Анель Едель-Казе, она уже в студии. Анель, добрый вечер. Но с чем же это связано, что услуги амбулатория, медицинские услуги у нас так стремительно дорожают? И вот как я, в принципе, заметил, казахстанцы от этого меньше жаловаться на качество медуслуг, по-моему, не стали. Что на эту тему говорят специалисты? Добрый вечер, Ле. Да, к причине роста цен мы вернемся чуть позже. Но, к примеру, да, в целом, если брать даже ОСМС, только за прошлый год поступило больше... Жалобы казахстанцев увеличились больше, чем на 20%. Такие данные привела министр здравоохранения. Ну, а в целом, по подсчетам Бюро над статистики, в третьем квартале прошлого года в стране оказали медуслуги почти на 740 миллиардов тенге. 73% из этой суммы было оплачено из бюджета. Еще 9% предприятиями, сами же жители страны из своего кармана заплатили около 127 миллиардов тенге. Это на четверть больше, чем годом ранее. Подробности в обзоре. Главная цифра. Больше всего медуслуг было оказано в Алматы на 138 миллиардов тенге. В Астане 117 и в Карагандинской области 43 миллиарда тенге. Меньше всего услуг получили пациенты в Улытаусской, Житцузской и Абайской областях. Годовой динамики цены на первичный прием увеличились на 19%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях на 18%, услуги медлабораторий и рентгеновских кабинетов на 12%. На удорожание повлиял целый ряд факторов, говорят специалисты. Есть обстоятельства объективные и субъективные. Объективные – это расходы клиники. То есть элементарно оплата коммунальных услуг тоже подорожала. Электроэнергия, отопление, газ. Услуги связи подорожали, транспортные услуги, аренда помещений тоже подорожала. Текучие затраты есть в клинике. Это, например, капитальный ремонт или что-то где-то нужно будет приобрести, какие-то технические запасы. Специальное обмундирование есть, например, в медицинских клиниках. Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Есть субъективный, например, приказ со стороны Министерства здравоохранения повысить всем зарплату врачам. На 30% или на 25% тоже. Вот такие факторы влияют на удорожание одной медицинской услуги.